Длительный период нерабочих дней, объявленный президентом России в конце марта, завершен. По домам люди были распущены, чтобы остановить распространение коронавируса. В России за один диагноз COVID-19 получили 11 656 человек, 20 из них из Прибаякалия. Значительная часть заболевших у нас – вахтовики, прибывшие на месторождения севера региона. По правилам, действующим в Прибаякалии сразу после приезда, их поместили в обсерватор на две недели. И, как выяснилось, не напрасно. У восьми человек, которые сейчас находятся в Усть-Куте, нашли инфекцию. В связи с этим, с сегодняшнего дня в регионе на 10 дней приостановлен прием вахтовиков. В целом, по области, по данным на 12 мая, выявлено 354 случая заражения коронавирусом. И именно сейчас, когда число новых заболевших стабильно растет, принято решение прекратить период нерабочих дней. С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор. А на предстоящем этапе надо действовать еще более тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой. При этом найти баланс в сложившейся обстановке непросто. Например, с сегодняшнего дня в полной мере заработал Иркутский авиазавод. А в детских садах по-прежнему функционируют лишь дежурные группы. Ведь действие режима самоизоляции решением губернатора Иркутской области продлено. Такие полномочия главам регионов были переданы президентам страны. Но по факту оказалось, что оставить дошкалят на день многим жителям Прибайкалия просто не с кем.